Звонили бандиты, остановись, говорит. С представителями криминальных группировок глава Минздрава Алым Кадрбичин Алиев намерен бороться до конца. Министр говорит, что пока обращаться в правоохранительные органы он не будет. И второе, олигархов уходит на все дистанции, звонит крупные чиновники и так далее, как мы будем, что будет. Я говорю, если у вас будет соответствовать клиническая больница, то вы продолжите работать. Если нет, то я говорю, закрою. За деньги, которые руководители медвузов отдают за крышу, можно было бы в разы улучшить свою клиническую базу в университете, заявил глава Минздрава. Пищин Алиев добавил, нежели угрожать министру, лучше крупным медвузам уже начать готовиться к проверке. В Минздравской комиссии доказать, что они ни на пустом месте, ни на воздухе открыли эти университеты. Напомним, месяц назад глава Минздрава объявил, что будут закрыты около 20 частных медвузов. Пищин Алиев считает, что это направление в обучении превратилось в коммерцию, а основной целью должна быть качественная подготовка будущего врача. Также в Минздраве отметили, что частные медколледжи, институты, школы и прочие учебные заведения, обещающие выпускать дипломированных врачей, чаще других открываются по стране. И у большинства из них для обучения этой сложнейшей профессии нет нужной клинической и научной базы, а их директора лишь стремятся заработать больше денег. По словам министра, до 1 апреля все эти образовательные учреждения должны доказать, что у них имеются клинические базы, иначе их лицензии будут отозваны. Одновременно Минздрав взялся за частные клиники, которые арендуют корпуса и помещения в зданиях государственных больниц. Десять часов утра мы находимся в клинике микрохирургии Глаза Исман-Колова, как уже не раз сообщали в Министерстве здравоохранения. Директор должен освободить здание частной клиники, потому как здесь уже должны начать принимать ковидных больных, открыть красную зону. Но коллектив частной клиники утверждает, что никто из представителей мэрии или же из представителей Министерства здравоохранения не показывал документы, поэтому все работают, как работали в штатном режиме. Похоже, переезжать в другое место доктор Исман-Колов не хочет. Неплохо было бы спросить у него, но вот уже в третий раз руководитель клиники от комментариев отказывается. Этот частный офтальмологический центр расположился во втором корпусе 6-й горбольницы. Арендовать его Исман-Колов взял много лет назад. До сих пор договора никто никак не мог расторгнуть. Но сегодня у Минздрава есть свои потребности в помещениях. Законным основанием для возвращения здания в пользование Минздравом является ситуация с пандемией. Ковид периодически накрывает волнами и приходится отделение больниц, где лечат разные болезни, отдавать под красные зоны. Минздрав добрался и до нескольких аналогичных частных клиник, которые расположены на территории роддома. Это второй родильный дом города Пишкек. На территории медучреждения расположены несколько частных клиник, которые оказывают всевозможные услуги пациента. Сообщается, что 40 с лишним лет назад они подписали соглашение с муниципалитетом города. Тогда, говорят врачи, здание было в очень плохом состоянии. То есть представители этой частной клиники пришли, сделали ремонт и продолжают работать. Нам же иногда нужен третичный уровень. Всякие женщины бывают с различными заболеваниями соматическими. Поэтому самое быстрое, где можно получить помощь, это в этом здании. Ну, просто тогда были свои проблемы, сейчас свои проблемы, понимаете. И для этого нам, конечно бы, еще бы здание одно не помешало. У нас было рассчитано родильное отделение «Красная зона». Это 15 коек, когда затихает пандемия, и 60, когда она возобновляется. И мы, сотрудники, конечно, уже устали туда-сюда ездить. Потому что, когда 60 коек закрывается, вообще весь родильный дом. Меж тем, глава Минздрава заявила еще об одном нелегальном бизнесе в больницах. Это когда посетителям продают бахилы по 15-20 сомов. Алым Кадрыбич Налиев заявляет, что теперь в медучреждениях страны бахилы для всех будут выдавать бесплатно. Каждая больница имеет свои собственные деньги. Они должны обеспечивать бахилами, обеспечивать масками и так далее. Но, увы, превратили они в бизнес. Какую-то сумму получали администрация, какую-то сумму этот. И, естественно, все люди, которые посещают больницы, они обратились ко мне, когда этот беспредел остановится. Я не сдал приказ, чтобы остановить этот беспредел. То есть, с этой минуты любой гражданин может потребовать бахилы при входе в больницу?